Вчера где-то после десяти часов вечера в начале одиннадцатого был бой, я так подозреваю, был бой очень плотный, очень интенсивный из стрелкового оружия у нас на районе, периодами был настолько плотный бой, что даже не было слышно отдельных выстрелов, все эти выстрелы сливались в один сплошной шум. Я предполагаю, что это возможно, скорее всего, очередные идиоты надумались прорываться через блокпост на какой-нибудь краденой машине с каким-нибудь краденым имуществом, который они намародерили или возможно это очередные придурки, которые заблудились, их где-то разбили и они лесами добрались до Киева и вот теперь здесь нашли свое последнее пристанище. Бой был недолгий, минут пять он длился, но очень-очень интенсивный. И после одиннадцати часов, когда объявили воздушную тревогу, буквально через минутки три было слышно три очень сильных таких залпа, ну я предполагаю, что это скорее всего сработало наше ПВО доблестно и в очередной раз сбили какого-то придурка, ну и видимо до пункта назначения он не долетел, либо очередной хваленый искандер или калибр был сбит. Посмотрим по новостям, что это было, вот и тогда уже будет понятно. Свежая, так сказать, новость для тех, кто не имеет возможности читать украинские СМИ и смотреть украинское телевидение, позавчера или вчера даже, замочили командующего 29-й армии Игоря Колесника генерал-майора. Ну, командующие армии, замоченные украинскими военными, это существенный урон, скажем честно. Вот, напомню, что это не первый генерал, которого замочили на нашей земле и я думаю, что не последний, скорее всего, я тоже так подозреваю. Вот, поэтому, собственно говоря, война идет своим чередом, уже пять дней практически, пять дней, уже шестой, сегодня семнадцатый день войны, шесть дней, да, уже шесть дней, получается, оккупанты до сих пор не могут захватить ни одного крупного города, хотя обещали взять Киев за два дня, там, за четыре или за сколько там дойти до Львова. Ну, вот, семнадцатый день, единственное, на что у них хватает, это бомбить крупные города, бедный несчастный Харьков, Чернигов, ну, и ряд других городов, где они разваливают больницы, школы, роддома, и никаких вопросов, гум-конвои обстреливают, беженцев обстреливают, которые гражданские выезжают из городов, ну, такое себе. Это называется не война, это называется разрушение, ну, видимо, они хотят сравнять Украину с землей, так как это они сделали в Грозном, Грозный взять же не получилось, бравые вояки, вот, сравнялись с землей, молодцы, то же самое было с Донецким аэропортом, взять не могли, сравнялись с землей. На протяжении шести дней они не могут взять ни одного крупного города, разбегаются, сдают технику, полно видео, я в дальнейшем буду выкладывать эти видео, когда появится время. Сейчас у меня его просто нет, я работаю каждый день в одной из критических инфраструктур нашей страны, вот, приношу пользу, скажем так, здесь от меня ее, наверное, будет больше, чем на фронте, вояка из меня, наверное, будет не, хотя, кто знает. Всем мирного неба, как у нас сегодня, чистое, ни одного облачка. До встречи, пока.